Женщине было 53 года. Она работала в столовой десантного училища, ездила на работу из поселка Спиртзавод Спасского района. В тот день она вернулась поздно, в 23 часа на станции Прони. Ее ждал бывший любовник. Они договорились, что он поможет ей с работами по дому. По пути следования между ними произошел словесный конфликт на почве того, что женщина хотела продолжить с ним близкие отношения, однако мужчина не хотел продолжать с ней отношения, о чем ей сообщил. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на причинение ей смерти. Реализуя задуманное, он достал из находящейся при нем сумки металлический предмет монтировку и нанес ей не менее двух ударов в область головы. Женщина скончалась на месте. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, перенес тело в заброшенный дом. Свою и ее одежду, на которой могли остаться биологические следы, сжег. Тело завернул в пакет и спрятал. Нашел в сумке 200 рублей и ключи из дома. Вспомнил, что там есть ноутбук, который можно украсть и продать. Тревогу забила дочь женщины, которая не смогла до нее дозвониться. К поискам подключились волонтеры, правда безрезультатно. Они не догадались проверить ближайшие дома. Убийство удалось раскрыть, потому что подозреваемый сам пришел в правоохранительные органы. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 убийства и также по пункту А части 3 статьи 158 кража. Тайна хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. По убийству наказание грозит от 6 до 15 лет. Соответственно, также будет приниматься решение о наказании по краже. И путем сложения наказания будет уже назначено окончательное наказание. Мужчина был ранее судим за хищение имущества. Теперь ему грозит более серьезный срок.